Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.про Сегодня хороший вопрос. Windows не видит монитор USB Type-C. Причины и решения. Как вы знаете, подключение монитора через разъем USB Type-C может быть очень удобным как с лучей ноутбука, так и персонального компьютера. По одному кабелю можно передавать не только изображение, но и звук, подключать периферию, подключенную к разъемам монитора. Однако не всегда все работает ожидаемым образом. В этой секретной инструкции мы подробно расскажем о том, почему подключенный по USB Type-C монитор может быть не виден в Windows 10 и Windows 11. И что можно сделать в такой ситуации. Итак, поехали. Итак, давайте рассмотрим поддержку вывода изображения по USB Type-C. Кабель, выбор входа. Если вы впервые подключили свой монитор к ноутбуку или компьютеру по USB Type-C и сразу же столкнулись, что изображения нет, следует выполнить следующие шаги. Первое. Поддерживает ли ноутбук или выход USB Type-C на компьютере вывод видео, или же он служит только для подключения USB устройств. Это простая передача данных. Узнать это можно, отыскав соответствующие мощные технические характеристики устройства или по значку рядом с разъемом. Итак, значок молния будет означать, что это порт Thunderbolt. Значок, похожий на букву D, либо буквы DP, то, что разъем может работать в режиме DisplayPort. А значок S, либо просто значок USB, то, что это обычный высокоскоростной USB разъем. Первые два могут выводить изображение, последний – нет. Важное замечание. Иногда значок молнии может означать не Thunderbolt, а всего лишь возможность зарядки на этом разъеме. Второй пункт. Может ли служить разъем USB Type-C на мониторе в качестве входа для передачи изображения? Вот интересный вопрос. На некоторых мониторах этот разъем предназначен только для подключения портов USB на самом мониторе, чтобы использовать их как USB-хаб. Эту информацию также обычно можно найти на странице с техническими характеристиками вашей модели монитора на сайте производителя. Итак, если ответ на оба вопроса «да», все поддерживается, обратите внимание на следующие два нюанса, а они у нас есть. Итак, первое. Некоторые кабели USB Type-C могут не поддерживать вывод изображения, например, от вашей телефонной зарядки. Очень часто бывает. В идеале использовать кабель, поставляющийся в комплекте с монитором, то есть правильный кабель. Ну и второе. Если ранее монитор использовался для подключения по другому интерфейсу, либо к нему подключены другие кабели, HDMI, DisplayPort, даже без сигнала, проверьте меню монитора и выберите вход USB Type-C вручную. Иногда это может помочь решить проблему. Ну а теперь давайте разберемся с драйверами контролеров, USB, видеокарты, настройкой BIOS или Wi-Fi. Итак, если вы установили винду самостоятельно, при этом не выполнили вручную установку драйверов, рекомендую это сделать. Первое. Находим раздел загрузок на официальном сайте производителя вашей модели ноутбука, персонального компьютера или материнской платы. Второе. Скачиваем и устанавливаем все драйверы чипсета по-любому, а при наличии драйвера USB контроллеров. Третье. Убеждаем, что в диспетчере устройств, правый клик по кнопке пуск, диспетчер устройств, нет неизвестных устройств или устройства с ошибками. Знак вопроса, знак восклицания, что-то там изменение по цвету. Ну и четвертое. Убедитесь, что в диспетчере устройств представлены все видеоадаптеры, и интегрированные, и дискретные при наличии видео. При этом нет, при этом не под именами базовый видеоадаптер Microsoft или стандартный VGA адаптер. Там должны быть правильные названия. Вот этот вот базовый видеоадаптер, это только чуть-чуть показать. Или стандартный VGA адаптер, это только чуть-чуть показать, но не более. Если такие видеоадаптеры присутствуют, вручную скачайте и установите соответствующие драйверы, как на дискретную, так и на интегрированную видеокарту. На всякий случай имеет смысл зайти в BIOS или Wi-Fi, вашего персонального компьютера или ноутбука, и внимательно изучить настройки. В некоторых случаях в разделе USB Configuration, Thunderbolt Configuration, Advanced, могут присутствовать опции, отключающие USB 3.0 или DisplayPort Alternate Mode. Это DP Alt Mode. А для работы монитора по USB Type-C их нужно обязательно включить. Ну и по окончанию нашего видео, как всегда, для наших зрителей дополнительная секретная информация. Некоторые дополнительные сведения, которые могут помочь, если вы столкнулись с тем, что монитор, подключенный по USB Type-C, не виден в винде. Итак, первое. Изучите материал, что делать, если винда не видит второй монитор. Относится не только к USB Type-C мониторам. Если у нас отдельное видео на этом канале, что делать, если Windows не видит второй монитор. Следующее. Некоторые Thunderbolt мониторы могут не работать с разъемами DP Alt Mode на обычных разъемах USB Type-C. Нет Thunderbolt. Следующее. Если ранее монитор исправно работал на USB Type-C ноутбука, а при очередном включении не работает, убедитесь, что ноутбук подключен к зарядному устройству. Для некоторых, но не для всех ноутбуков, это необходимо для вывода изображения на внешний монитор. Интересная настройка, если честно. Ну и следующее. Разъемы Thunderbolt могут уходить в защиту после подключения неисправного оборудования, замыкания или при статических разрядах. Обычно достаточно просто выключить ноутбук, отключить его от сети и подождать около 10-15 минут, чтобы разъем снова заработал. Интереснейшая вещь. Итак, если ваша ситуация с подключением USB Type-C монитора отличается от описанного на нашем видео, опишите ее детально в комментах. Мы постараемся разобраться и найти для вас решение. Удачи вам и хорошего просмотра! Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт Remotka.pro Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.